И мы приглашаем на сцену вторых участников второго дивана. Это Александр Макарчук из студии Нота Медиа. Это Александр Богданов из студии Агима. Наверное, из студии неправильно сказала, что-то вот визануло мне слово. Ты меня сейчас поправишь, да, из интерактивного агентства. Интерактивного агентства? Интерактивные? Есть у нас в зале Алла Александрова. Я вот думаю, про рентабельность не надо ли Нияза позвать? Может быть и надо. Нияз. Женя Чернов у нас уже с прошлого дивана занял место. Его и звать не надо? Он сам пришел. Ну давай, забирайся. У нас есть еще один спикер из компании ДЭФ. Его никогда не зовут, а он всегда приходит. Не смогла, да, Алла дозвонится. Я надеюсь, что она либо здесь, либо подъезжает и скоро к нам присоединится. Пока представлю наших участников. Компания Нота Медиа. Александр Макарчук, генеральный директор. Нота Медиа, известная очень на рынке компания. Более 300 реализованных проектов. Евраз, независимый магазин, типовое решение органов исполнительной власти. Сейчас вы сделали решение для Департамента информационных технологий Москвы. Сейчас с областью, я так понимаю, также работаете. Начинаем. Очень много медийных проектов и вообще компания позиционирует себя как компания, которая разрабатывает сайты для медийных, в первую очередь сайты. Александр Богданов, интерактивное агентство Агима, работает на рынке веб-разработки компании Агима с 2005 года. 75 сотрудников и более 500 успешно реализованных проектов. Насколько я знаю, у вас очень много проектов в финансовой сфере, страховые компании, банки. Но также я вижу там Уралсип, а это страхование. Ну и медиа тоже есть. Да, МОЗ-ТВ, в общем медийные тоже у вас есть. Евгений Чернов. Сейчас директор по развитию бюро Пирогова. В недавнем прошлом МСТ Digital. Ну, представляете, как сотрудника бюро Пирогова, по-прежнему, если что-то не так скажем. Но тоже давно на рынке компания, 2006 года работает, более 60 сотрудников. Из последних проектов очень замечательно, интересно, это Московский зоопарк. Также среди клиентов Теледва, Росатом, Альфа-Панк, Нужники и так далее. Алла к нам еще не присоединилась. Нияс, Гараев, Реаспект, Казань. Крупных клиентов наизусть не перечислил, извини, пожалуйста. Может быть, ты добавишь что-то. Поговорить мы сегодня решили про бинтабельность веб-студии, потому что есть такая проблема в работе. Я думаю, те, кто активно пытался развивать свой бизнес, сталкивался с тем, что могут расти объемы, но не доходы, увеличиваемость работы, оборот увеличивается, а прибыльность не растет. Что же делать? Как выйти из этой ситуации, как все-таки начать зарабатывать, а не просто наращивать обороты, увеличивать количество клиентов и количество суеты и бытовой работы, которая с этим связана. Вот, кстати, Александр Саминский выступает у нас, как раз он же сейчас ведет 19 компаний на бизнес-тренинге, на обучение, и он, собственно, как раз и говорит, 10%, 10-15% такая прям несказочная рентабельность, по его мнению. Я помню, ты прекрасный анекдот рассказывал про рынок, что там рубль по 90 копеек, зато какие обороты. Да, 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 есть такой анекдот, когда стоит человек, торгует, продает рубль по 90 копеек. Или наоборот, да, примерно так. Огромная очередь, все покупают, другой его спрашивает, а где прибыль? Говорит, какая прибыль? Главное оборота. Ну давайте еще раз. С вашей точки зрения, может быть, когда впервые задумались, когда впервые вообще посчитали рентабельность? Это же не просто там конец года и прибыль там, или ну как? Когда посчитали? И какая у вас рентабельность, кстати, интересна очень. Саша. Хороший вопрос. У нас рентабельность производства именно продакшена по текущим историям где-то 25%, но это опять же с и крупными заказчиками и вообще. Рентабельность, диджитал подразделения, ну около 40%. Посчитали первый раз года полтора назад. Всего? Нет, посчитали рентабельность. То есть вы до этого не считали? Конечно считали, но не с точностью до процента. Просто так перло? То есть там условно по кассе мы знаем, приход, расход. Примерно понимаем рентабельность. На все хватало, а потом вдруг перестало хватать. Ну примерно так, но не совсем так. На самом деле у каждой студии есть момент, когда приходит какой-то крупный жирный кто-то, и в этот момент все рвутся, что делать? Риски возрастают. Риски возрастают, команду набирать сера в улдса. На самом деле неправильное решение абсолютно. То есть нужно в этот момент сконцентрироваться на важнейших задачах, их закрыть с помощью аутсорса, подряда, ну чего угодно. А эти деньги, которые получаются, там, сверхприбыль какой-то, или просто такой подарок судьбы, который позволяет студии на другом уровне выйти уже использовать, там, как раз посчитать эффективность, прикинуть, может быть, там, позиционирование сменить. Ну то есть условно эти деньги вложить в то, чтобы потом уже дальше процессы по-другому построить. Потому что в любом случае, когда студия маленькая, там, средняя, ну там, обороты не очень большие, там, понятно, менеджмент идет по стратегии избежать кассового разрыва. То есть там, ну, про эффективность редко кто-то говорит, про арендабельность. А когда уже начинаются такие истории с крупными заказчиками, приходят большие деньги, нужно вкладывать именно в развитие дальнейшее, чтобы потом уже без труда можно было нанять команду. То есть, ну, рано или поздно, конечно, нужно расширяться, да, но в первую очередь, я считаю так. Саша? Ну, вообще, как бы, ситуация выглядит следующим образом. Я считаю, что путь эволюционной студии делится на два основных этапа. Первый этап – это когда надо нарастить объемы, и второй этап – когда с этих объемов надо начать зарабатывать. Потому что если у тебя оборот твоей веб-студии – миллион рублей в год, то как бы ты ни пытался бы заработать на МТ, особо ничего не заработаешь. Поэтому в моем случае это была именно такая история. И если отвечать на твой вопрос… Из какого оборота ты начал считать, что достиг нужный оборот? Вот, я сейчас к нему приду, да. Вот, например, там, позапрошлый, позапрошлый год и позапозапрошлый, моя задача была закрыть год с рентабельностью ноль. У меня была такая задача. Не уйти в минус было самое главное. Потому что у нас был этап очень бурного роста. Мы очень много денег инвестировали как раз в наращивание оборотов. И я мог гордиться, что каждый год я не снижал темпы прироста оборотов. В среднем это было 120-150%. Рост до тех пор, пока я не достиг определенной цели, с которой я знал, что я могу начать очень глубоко заниматься рентабельностью. И вот в прошлом году мы, собственно, эту задачу решили и закрыли в прошлый год с рентабельностью порядка 20%. В этом году я планирую вытянуть, значит, компанию на рентабельность порядка 27% в итоге года, я имею в виду продакшн. Мало того, я планирую не сократить прирост. Ну, конечно, он немножко упал, но не сократить темпы прироста оборотов в том числе. То есть приходится, конечно, чем-то жертвовать. Потому что, когда ты маленький, тебе приходится браться за все, и, в принципе, это нормально. А когда ты уже большой, ты можешь выбирать. И выбирать тех, что долго и выгодно. Окей. Жень? Да, так случилось, что я сейчас могу сказать за две компании, ввиду того, что я только месяц заберу. Смотрите, есть две диаметральные истории, на самом деле. Первая история, когда ты действительно растешь по оборотам, и в какой-то момент тебе необходимо просто качественно сделать скачок с точки зрения продакшна, дизайна, чего угодно. Ты в этот момент набрал команду и начал заниматься рентабельностью. Потому что клиенты, которые пришли с оборота, они, грубо говоря, удерживаются на этот момент. И удерживаются уже новые команды, и ты идешь в светлое будущее. Есть второй путь, по которому ты можешь идти, и в принципе идти достаточно нормально. Ты можешь эту прибыль и рентабельность заложить изначально сам для себя и искусственно заставлять, так скажем, оборот работать на прибыль. То есть, грубо говоря, закладывать полмиллиона, миллион в месяц в прибыль, автоматом в must have, и под это работать, сохраняя оборот. Это такой вариант принудить себя к прибыли. Да, вариант принудить к себе к прибыли. Он тоже работает, потому что ты не имеешь права его не сделать. Иначе у тебя пойдет минус. Если пойдет минус, соответственно, будет наслоение задолженности. Если пойдет наслоение задолженности, можно взять лопатку и идти на кладбище. Я слышал такую точку зрения. Бизнесмены иногда считают, бизнес должен приносить 500 тысяч. Они приходят, вынимают эти деньги и уходят. А вы там как-нибудь справьтесь, чтобы все получилось. У меня прямо есть добавить к Жениному… А, мы не услышали, кстати, его прибыльность. Ну давай. Не-не-не, а, ну сейчас я ему придам обратно. У меня была такая история, когда на определенном этапе развития студии, агентства там и так далее, значит, я себя заставил 10% от всей выручки, которая приходила в кассу… От оборота. Откладывать, да. То есть прямо вот брал 10% от всего оборота и просто клал в банк. Ты отдавай жене, она сохранит лучше. От каждой полученной копейки. И тем самым я себя заставил… Потому что я в какой-то момент не мог точно понять, а как же сделать так, чтобы прибыль все-таки была. Нужны же были какие-то деньги. Кстати, тут очень непопытно. В первую очередь, она нужна была для подушки. Как сделать, чтобы она была, эта прибыль? И вот когда ты себя заставляешь, чтобы она была, вот я себе сказал, 10% – моя прибыль. А дальше делай, что хочешь. Ну понятно, там, зарплату ты не будешь задерживать. Так я не помню, ты создал виртуальный счет новый в банке? Не виртуальный. Я просто реально физически переводил деньги на определенный счет, где они всегда были. 10% от всей выручки. И это мне помогло в какой-то момент иметь достаточно весомую сумму, чтобы с ней уже начать работать более осмысленно. Отпил. Смотрите, на самом деле вот то, что сказал Александр, это очень правильно. Во-первых, у любой компании должен быть определенный стабилизационный фонд хотя бы в виде одной-двухмесячных зарплат, которые должны лежать где-то. Чтобы не позволять, ну, грубо говоря, у каждой компании, будь она маленькая или большая, бывают ситуации, когда наступает полный трэш. Когда продажники переусердствовали, перегрузили производство, или наоборот клиент начинает там выписывать в портелях, просто не подписывать акты, не переводить деньги, то получаются кассовые разрывы. На этот момент должна быть энная сумма у вас на банковском счету, чтобы погасить кассовый разрыв. И то, что делает Саша, это очень правильно. Сколько у тебя запас? Уже не делает так? Уже все тратит? У тебя есть запас? Сейчас он у нас на один месяц. На один месяц всего? Да. И у тебя? На два месяца у тебя? Ну, не я за это вообще не спрашиваю. Я предлагаю, не я за микрофон. Мне кажется, не надо дать ему микрофон, я за него все знаю. Итак, он по Камчаткам лазит, а он прекрасно смотрится. И все ждут чуда. А представляешь, в нем накопится, и он последние слова завершающиеся. А Камчатки, а Кампания, это прибыльно? Что? Кампания беременна? Прибыльно. А, да, прибыльно и беременна. Первый раз о том, что такое рентабельность, я узнал на следующий день, когда подписал… Как это, когда в долг деньги берешь? Кредит? Не кредит. Ипотеку? Расписку, что я должен 3 миллиона рублей, ну, постфактум. То есть я написал расписку, что я должен 3 миллиона рублей. Это что такое было? На следующий день я начал, ну, там, интересоваться, что такое рентабельность, сколько мы вообще не зарабатываем и так далее. Вот. Сейчас у меня, ну, у меня несколько компаний. В одной после себя я посадил директора страшно жадного. А в другой… В одно слово пишется, директор страшно жадный. Да. Ну, он просто патологически жадный человек. Меня всегда это бесило, но когда я решал, кому доверить Реоспект, я посадил Равиля. Потому что жаднее человека я не знаю, и это очень круто. Дальше в другой компании сидит человек, который в день может по 10 раз открывать бюджет доходов и расходов. Он каждый день, каждую секунду понимает, сколько он потратит, сколько он не потратит. И когда он что-то не тратит, он беспокоится, потому что что-то идет не по плану. Вот. В случае с Равилем, например, у нас есть споры. Типа, ну, берем его на понт, спорим, не сможешь ниже 40% фото от оборота сделать. Он спорит, типа, смогу. А потом он говорит, а еще если налоги сюда засунуть. Ну, то есть постепенно усложняет задачу. На самом деле веб-студии надо смотреть за одним, за фотом. У вас все остальные расходы, ну, не то чтобы фигня, но не такие значительные. Если вы обуздаете фот, причем большинство из вас понятие рентабельности, ну, просто не представляет, только крупники это знают. Мы знаем рентабельность по каждому направлению, по каждой услуге, по каждой… Ну, вот как Миша Токовинин козырял тем, что он там уже лет 8 может посмотреть любой проект и узнать. По поводу рентабельности, что еще хочу сказать. Ребята из Донецка, которые убежали в Минск, интернет-агентство Гекос, я долго общался с Артемом. Ну, у него было два офиса, один в Славянске, другой в Краматорске, ни того, ни другого нет. Их было 80 человек, и они за месяц сократились до 28. Он похерил оборот, но у него рентабельность вылезла, ну, просто даже таких цифр не знаете, какая может быть рентабельность. То есть вы сначала себе создаете проблемы, набираете кучу людей, потом отсекаете половину, у вас все хорошо с рентабельностью и, скорее всего, с бизнесом. Герпес-агентство? Гекос. Ах, Господи. На самом деле, просто колонки по бокам, они ничего не слышат, и вы слышите, а они нет. Так рентабельность-то какая у тебя? Хорошая, а в другой минус запланированный. Нет, так не пойдет. Ну, какая рентабельность? Да. Ну, наверное, в диапазоне в районе 30%. Точно, я не знаю, я просто прихожу с дивидендами раз в квартал. А сколько ты вынимаешь дивидендов? Мы распределяем все. То есть у нас установка такая, что все, что им нужно на развитие, они потребляют, а дальше нам не нужна там оборотка, еще что-то. Ну, вот такой бизнес, когда… Ну, мы работаем по 100% предоплате, поэтому мы можем себе это позволить. И распределяем только те деньги, которые закрыты актами, которые, ну, не должны никому. Спасибо, Нияс. Я представлю Алла, которая к нам присоединилась. Алла Александрова, компания DEF, директор по работе с клиентами. MBA, давай вот просто скажем, просто MBA. Компания DEF, давний участник рынковой разработки, стабильный, занимает топовые позиции в различных рейтингах, работает с очень крупными известными клиентами. Алла, я объясню правила. У нас здесь клуб анонимных директоров, и мы объясняем, сколько на самом деле зарабатываем и вынимаем из бизнеса. Вы должны об этом тоже рассказать. Ну, на самом деле зарабатываем мы достаточно хорошо. Рентабельность у нас, понятное дело, варьируется от проекта к проекту. Ну, а на круг сколько выходит? Не скажу. Ну, в процентах? В процентах, ну, вот, в принципе, наверное, там в районе от 15 до 30 тоже зависит от проекта. То есть, снова же, тут вопрос в том, что называть рентабельностью, да? То есть, называть то, что мы получаем, как бы там в оборот, да? Либо то, что достается чистыми дивидендами. Потому что… Я с дивидендами называю. Мы все на самом деле не достаем. Мы считаем, что нужны определенные средства на развитие, потому что мы вкладываемся в свои собственные какие-то проекты, в свои собственные разработки, в том числе, как бы для битрикса у нас есть собственные модули. Это, конечно же, мы делаем как раз-таки за счет заработанных дополнительных денег. У нас, конечно, ключевой вопрос. Ты помнишь, сколько запасов фото у вас есть в компании? У вас запасы есть вообще? Конечно, да. Сколько лет? Ну, в месяцах. На один, на два, на три. На самом деле, ну, тоже эта цифра варьируется, но это минимум два месяца, а так, ну, полгода в среднем. Я уверен, что вы знаете ответ еще на один вопрос. Вообще, кому вы задаете вопрос, какая у нас рентабельность? Вот скажите. Не яс, я уже понял, кому задают вопрос. Кому вы задаете этот вопрос? Кому? Руководителям подразделений. Они считают рентабельность? Ну, они считают… Руководитель проекта, руководитель производства или бухгалтер? Руководители подразделения считают, как бы, внутри своего отдела рентабельность, доходность каждого отдела. То есть они вообще знают это? В какой-то степени. Вы киваете у вас тоже? Каждый руководитель знает? На это замотивирован. Я загибаю, я смотрю, у него странное выражение. Вы давайте микрофон, давайте-ка послушаем, потому что мне кажется, здесь показания разойдутся. Не, подождите, не я зарану еще. Давай, Саш, ты. Не, у нас история простая. Тот, как бы, каждый жонглирует своими инструментами, и за это должен получать деньги. Конечно, по-разному считают, именно жонглируют. Руководитель менеджеров руководит менеджерами, набирает менеджеров, наращивает объем менеджеров. Менеджеры руководят проектами. То есть, чем больше они могут принести денег, объем, тем больше они получают. Чем больше денег приносит объем менеджера к одному руководителю этих менеджеров, тем, соответственно, больше он может расширяться. Это, что касается объема. А теперь перейдем к рентабельности. Кто может управлять рентабельностью? Те, кто руководит ресурсами, то есть программистами, дизайнерами и так далее. Тот, кто владеет их фопом. Соответственно, чем больше может мясорубка переварить через себя мясо, ну или проектов, да, с меньшими затратами, тем, соответственно, рентабельнее она работает. Поэтому руководитель программистов замотивирован на рентабельность и точно знает ее. Каждый день, каждый месяц ее считает. Значит, руководитель дизайна, ну, в нашем случае у нас еще есть в продакшене, руководитель аналитики. Это ты? Бухгалтер? Почему никто бухгалтер не называет? Вы знаете, на самом деле, здесь такой момент, мы сейчас заводим финансового директора. Заводите? Страшная вещь. Мы его заводим, ух, как заводим, заводчики, разводчики. Мне кажется, они его злят. Он другой имел в виду. Я тоже, я тоже, потому что мы заводим, в смысле, он агрессивным становится. Чтобы у него это... Просто смотрите, на данный момент считаю рентабельность я, как директор по развитию компании. Ну, кто-то честно сказал. Но, как бы, все данные поступают у меня от сотрудников, от начальников отделов. Потому что у каждого, знаете, у каждого своя правда. А какие у них данные? Фото не они выдают. Ну, какие у него могут быть данные? Часы потраченные? В том числе. То есть, смотрите, грубо говоря, вот о чем говорит Александр? Грубо говоря, у проектного менеджера есть, грубо говоря, я не знаю, у тебя, наверное, приблизительно так же, но тем не менее, есть окладная часть, есть премиальная часть. Окладная часть, понятная история. Премиальная часть складывается из вовремя с данных проектов, из там лояльности клиента, ну, из там еще там пяти вещей, которые туда идут. В зависимости от этого варьируется, соответственно, фото. Каждый сотрудник в данном разрезе, то есть у нас есть проектный менеджер, у троих проектных менеджеров, как бы, у группы есть директор проекта, и дальше сидит уже начальник производства. Соответственно, каждая из этих точек знает, что происходит ниже. Соответственно, менеджер по проекту отвечает за сроки проекта, директор по проекту отвечает за все проекты, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, я здесь могу посмотреть пиар-службу, посмотреть директора производства и свести все цифры, потому что, как правило, у всех этих людей цифры разные. И среднее получается на выходе. Теперь интересно, не я за послушать. Здесь важно понимать изначально, что вы хотите. Что вы услышать хотите. И это тоже. Я никогда не хотел сидеть в офисе и считать рентабельность. Я ее никогда не считал. Значит, мне повезло, я взял в партнеры человека, который не в бизнесе, реаспекта. Мы договорились об определенном проценте. У него есть финансовый директор. Там фабрики, заводы, пароходы. Раз в месяц мой бухгалтер... Он секрет рассказал на самом деле. Как он стал бизнесменом? Откуда все это у меня? Да у меня папа министр финансов. Вот. На самом деле... С этого начинать надо было. Да. Приходят данные, все собираются у бухгалтера по заранее определенной схеме. Прямо, ну, собирается в файлик, подсасывается в экселевский. Дальше идет аудит с нашей стороны и со стороны ну вот этого большого толстого партнера. Если аудит, ну, правильно, если подтвердились все движения средств, все акты, идет прям проверка ежедневная, ежемесячная по всем бумажкам, по всем деньгам. Если все, подписались, распределили. То есть если отдавать, ну, я так думаю, если отдавать каким-то руководителям отделов, еще каким-то разным людям считать рентабельность, то как я могу шарахаться по Камчатке, понимая, что я могу вернуться, а они могут нарисовать все, что угодно, и, в общем, мне это достаточно будет тяжело проверить. То есть либо я должен быть всегда в студии и всегда сам все контролировать, либо я должен это отдать кому-то, кто, там, может быть, сильнее меня, мощнее меня, кого, если обманут, соответственно, если его обманут, то и меня обманут, то мы вместе там придем и накостыляем. Мне кажется, сегодня он просто искренний, как никогда. То есть на самом деле я всегда могло сложиться ощущение, что он жуткий прохиндей и ничего не считает. На самом деле у него есть партнер, пароходы и так далее, и фабрики, и там, видимо, шутить нельзя, если что, сразу финансовый директор. Серьезно, что микрофон до Нотомедиа только сейчас добрался. У вас же вообще все автоматически считает. Ну да, мы спрашиваем о рентабельности у корпорта нашего внутреннего, соответственно. Он вам отвечает. Да, да, да. Отвечает, да, каждый день можно посмотреть. А он на прошлой партнерке же как рассказывал в деталях. Я очень кратко расскажу, да, еще раз. Вкратко совсем, у нас все зарплаты хранятся тоже на корпорта у пользователей, мы знаем их динамику. Мы бьем компанию на, там, условно, пять подразделений больших. Там, это вот производство и диджитал подразделения, техподдержка, ну, в общем, пять подразделений у нас. У нас у каждого из них есть так называемый продюсер, это глава подразделения, который как раз отвечает за рентабельность этого подразделения. Я не очень представляю, как, допустим, технический директор, либо арт-директор может отвечать за рентабельность своего отдела, потому что, ну, пришел там партнер говорит, мы готовимся к тендеру, мы рисуем бесплатно страницу, и что он сделает. То есть, ну, в принципе, он в этот момент ничего сделать не может. Поэтому, если есть тут общий продюсер у производства, под который менеджер все эти отделы, ему это делает проще. Есть рентабельность общей по компании. А, ну, есть рентабельность по проектам, конечно, менеджеры за это отвечают, потому что они получают процент от прибыли. Спасибо. Ал, я вам задам другой немножко вопрос. Рентабельность, прибыль являются обратной функцией к качеству. Ведь это же часы и объемы. Вот как раз мы сейчас об этом поговорим. Много тратить на проект или мало? Много тестировать или мало? Дорогих людей, ведь фото можно ведь из разных людей производить? Ну, на самом деле мы стараемся… Как найти достаточное качество? И как вы его находитесь? Да, здесь надо найти золотую середину, потому что, в принципе, совершенству нет предела. И если человек посадить, сказать, что дело идеально, он будет тратить безумное количество часов. А часы в нашем случае – это себестоимость проекта. Вот. Поэтому надо искать золотую середину, ставить какие-то нормативы и при этом, конечно же, контролировать качество. Так как у нас почасовая система и есть определенные нормативы, человек, который в нормативы не оправданно не укладывается, он просто может не получить израсходованные сверх свои часы, не получить за них оплату. Таким образом, мы контролируем в какой-то степени вот эту золотую середину, чтобы было и качественно, и при этом за разумные какие-то пределы. Потому что бывали у нас случаи, когда и программисты увлекались, и аналитики, и дизайнеры, то есть у них вот душа легла к проекту и понеслась. И делают даже больше, чем надо, а все-таки, скажем… Больше, чем заплатили. Да, больше, чем заплатили, потому что клиент действительно платит за определенные… Клиент доволен, с удовольствием эскизы рассматривает. У него есть ожидания у клиента за те деньги, которые он платит. И, конечно, если мы сделаем что-то сверху, это прекрасно. Клиент будет еще больше доволен, но вопрос в том, что это должно окупаться. А бывало так, что приходит программист, хочу больше зарплаты, вот так посмотри, говорит, я не могу себе тебя позволить. Ну, с программистом у нас тоже все достаточно четко. У нас есть квалификация программистов разного уровня, они проходят тестирование, и, в принципе, они, если хотят перейти на уровень выше, они подтверждают свою квалификацию. И все расы перешли, и все стало нерентабельно. Ну, на самом деле, все они расы перешли, просто по каждой квалификации… А, вы оцениваете, вы им не пускаете. Да, есть определенные нормативы по времени. То есть, если ты претендуешь на более высокую квалификацию, значит, будь добр, выполняя эту задачу, например, полностью самостоятельно, без помощи руководителя, то есть, не привлекая дополнительные расходы для нас в определенные сроки и так далее. То есть, квалификация, она влечет за собой… Системненько. Да, в том числе и… Сколько человек в компании? Ну, уже почти 100, около 100, скажем так. Хорошо. Кто прокомментирует? Достаточное качество в связи с рентабельностью. Я тебя не спрашиваю, да? Вообще, если говорить про стоимость, хорошо, дорого или хорошо, дешево, хорошо, не важно сколько, хорошо, чтобы вложения оправдали результат. Вот это мы всегда рассказываем нашим… Вложения? Ты про клиентов? Неважно, это ваше вложение в ваше производство или это вложение вашего заказчика в вас, как в производство для него чего-то, да? Любое вложение, неважно большое оно или маленькое, оправдан тогда, когда оно приносит больше, да? Ты все равно про себя сейчас говоришь. Вот ты делаешь, делаешь проект, раз, деньги закончились… То же самое касается людей внутри компании. Я сейчас говорю про оценку людей. То, что если ко мне приходит программист и говорит, что он хочет больше зарплату, у меня не может быть аргумента, что у меня в компании не хватает на тебя денег. Это не аргумент. Человек, работающий в компании в сфере услуг, должен приносить деньги. Если мне мой программист приносит больше денег и хочет поэтому больше зарплату, значит, я ему больше денег готов дать. То есть ты рассуждаешь, ты видишь, что он больше производит денег, ты ему готов платить? Окей. И именно поэтому я как раз вернусь к своей истории, к тому, как у меня управляется рентабельность, почему у меня ее собирают именно начальники производственных отделов. Мало того, мы подключили недавно к этой же приоритетиве еще и тимлидов. Мы тоже долго у себя внутри спорили, а могут ли тимлиды управлять рентабельностью? Могут и должны ли быть тимлиды замотивированы на рентабельность? И мы пустили эксперимент. У нас тимлиды замотивированы на отгрузки, на объем, который могут их программисты внутри их сделать. Потому что мы всегда сталкивались с проблемой, что некоторые программисты закапываются, увлекаются и так далее. И это никому не нужно. Ни мне, ни в конечном счете программисту, ни заказчику. Нам нужен результат, который работает и который как можно дешевле в себестоимости. Окей. Жень. Смотрите, здесь на самом деле, если не идти в производство, потому что по производству все уже сказали, уровень качества и уровень ценника оговариваются на этапе договора. И чтобы, грубо говоря, страховать себя… Уровень качества оговаривается на этапе договора? Как? Ну, смотрите. Во-первых, есть такая тупая вещь, как техническое задание и надо всегда обещать клиенту чуть меньше, чем ты сделаешь на самом деле. Чтобы его ожидания в любом случае были, так скажем, тот результат, который он получит в итоге, был выше, чем он ожидал. Слушай, но все все равно нельзя прописать. Тестирование во всех браузерах, адаптивку, какие-то другие вещи. То есть ты не успеваешь? Согласен. Да. Смотрите, здесь есть… Он говорит, это мне дорого, ты раз сразу пару пунктов по тестированию, да? Да. Что ты сделал сейчас? Смотрите, есть сметы, есть тайминги. То есть есть количество часов, которые мы закладываем на проект, исходя из которого идет расчет. И эти часы, они учитываются. Мы же видим, сколько человек тратит на конкретные задачи. Есть там такие вещи, как Jira, я не знаю. Я, наверное, сейчас фигню сказал в этом месте, но как бы она есть на самом деле. как Битрикс, который учитывает всю эту историю. Больше не приглашай его. Ладно. Я… Как ты сказал? Битрикс, да. Битрикс 24 он произнес. Не расслышали мы просто. Вот, да. Много знакомых слов. Который учитывает количество затраченного времени. И исходя из этого, можно прогнозировать и планировать, сколько ты тратишь. И видеть, когда у тебя заканчивается время. Там, допустим, вот в МСТ был отдельный человек, начальник качества. Который ходил… Вот я их слушаю, ведь… И прям… Сами верят. …фигачил. Но все ведь… Нет, реально, я его ненавидел, этого человека. Просто мы не нашли общего языка. Полностью. Потому что, как бы… Но этот человек, который просто приходил, вот писал на каждую задачу две страницы инструкции, как это сделать. То есть он тратил больше своего времени, чем программист, на часовую задачу. Но зато все, как бы, начали укладываться в сроки и начали укладываться в те часы, которые были заложены на проект. Либо клиенту выставляло, что, ребят, мы вот придумали еще вот такую штуку, давайте вот доделаем, но на это нам нужно потратить еще часов. Саша. Да, два комментария будут у меня. Первый, опять же, когда я говорил про расширение ресурсов необоснованное. То есть, ну, арт-директор, когда рисуют внутренние страницы, это, в принципе, странно. Особенно в Москве. Соответственно, ну, наша позиция такая, что нужно внутри коллектива, ну, я опять же сейчас про Москву говорю, держать только топовые, ключевые позиции, которых, самое главное, постоянно занимать той работой, которая соответствует их компетенциям и вообще их квалификациям. Потому что, ну, то есть, как только, опять же, начинает арт-директор рисовать внутрянки, то сразу же прибегает менеджер проекта с круглыми глазами, говорит, что у меня рентабельность сейчас дико-дико упадет, и там начинаются уже либо проблемы с качеством… Он пропустил момент, что арт-директор занес в систему, что он рисует внутрянку. И кто-то с той стороны это увидел. Да, на самом деле-то это нужно же кому-то куда-то занести, иначе никто не узнает, и когда пришло время платить зарплату, оказалось, что арт-директор рисовал внутрянку. Да, именно так. Поэтому мы используем внутренние ресурсы, в основном пытаемся, на ключевые задачи, которые как раз обеспечивают качество продукта, потому что необязательно делать все задачи по проекту, точнее, не все задачи по проекту напрямую влияют на его качество. Бывают какие-то истории скрытые совсем. И используем какой-то там либо аутсорс, либо фриланс. Ну, просто аутсорс в дизайне пока не очень, я знаю, как работает. То есть в основном там фрилансеры сидят все-таки физические лица. И аутсорс в разработке, в верстке мы используем как партнеров наших. Именно, то есть ключевые условия, там главную страницу рисуем внутри, остальное там не ключевое отдаем на аутсорс. Тем самым мы очень дешево делаем какие-то вещи, которые на качество напрямую не влияют, и у нас высвобождаются ресурсы и деньги на то, что на качество влиять. Это первый комментарий. Второй, по поводу начальника отдела качества, тоже интересный вам момент. Мы поняли для себя такую мысль, что проверять результат работ за предыдущими людьми должны те, которые дальше эти работы принимают на себя. То есть, условно, дизайнеры никогда в жизни не скажут, что вот там у меня плохой какой-то слой неправильный в макете. Это скажут верстальщики. Соответственно, мы сделали просто такие механизмы компании, которые позволяют, условно принимая проект в себя в отдел, сделать какие-то еще правки и комментарии к предыдущим. Допустим, у нас начальник отдела качества подчиняется напрямую начальнику отдела технической поддержки, который потом берет этот проект на гарантию, и условно там каждый потраченный рубль на гарантию, это минус рубль в их условно рентабельность. Сложные и сложные у нас бизнесы. Краткий комментарий. На самом деле, это очень правильная история. У нас она чуть по-другому была выстроена. То есть, после дизайна, дизайн поступал в отдел тестирования и к начальнику отдела качества, он его просматривал на соответствие, что все это реально проверстать и все это реально сделать. Если нет, отдавался обратно дизайнерам с учетом того, что нужно сделать. Если все нормально пропускался, дальше верстка проверялась перед программированием. То есть, это реально экономит время дальнейших специалистов, потому что не раз случалось такое, что придумали офигенный концепт, а его тупо нельзя заверстать. Произвести его нельзя, да. Нияс, кратко по сути. Когда люди жаловались на то, что мы неправильно считаем зарплаты, мы поставили чудовищный бесчеловечный эксперимент. Мы просто сказали, вот вам 40% от оборота, назначайте себе зарплату сами. Открыли все зарплаты всех сотрудников. Представляешь, что было? И твою? А у меня что там зарплата-то? Я же про зарплату. Вот. Они передрались, три месяца они просуществовали в таком режиме. Если человек вдруг уходил в отпуск, они его там, в общем, банили, там, 10 тысяч его там дадут. Вот. То есть, еще и чтобы и в отпуск не уходили. Вот. После этого они сказали, назначайте нам, пожалуйста, зарплату сами. Мы не можем, нам это нафиг не надо. И мы так и держимся. То есть, мы установили себе диапазон в 40%, например, от оборота и держимся. И еще, ну, такой совет. Раньше у нас каждый отдел, ну, каждый руководитель зарабатывал, ну, от виртуальной прибыли отдела. И драки были постоянно каждый месяц. Кто-то кому-то перевыставит счет, какие-то ресурсы перерасходовали. После этого я всех собрал в одной комнате, сказал, все, теперь с этого момента я все ваши доли нафиг выбрасываю от каждого отдела, пересчитываю от общего результата. Вот. После этого ко мне больше никто никогда не подходил, не ругались. И если им надо, они одним заткнут дыру там в другом месте. То есть, программистам заткнут там дыру где-нибудь в продажах, например. То есть, они уже сами работают на общий результат. Прям террариум. Мне кажется, нужно за деньги отправлять к нему людей и просто постажироваться. У нас вопрос. Пожалуйста, вопрос. У нас даже два вопроса я видел. Я хотел совет попросить. Паснов Андрей, компания IDF. Вот мы молодая студия, вот с января существуем. И мы проекты дороже 150 тысяч не знаем где найти. Вот как, ну а мы хотим большие проекты попробовать, но скакануть. Ведь, наверное, каждый из вас, ну просто когда сидят лидеры на диванах, эксперт на диванах, вот я сейчас имею в виду и прошлые диваны, все говорят о стоимости проектов миллионы. А мы... Можно вопрос тебе встречный задать? Да. Ты говоришь, не знаешь где взять больше проект по стоимости 150 тысяч. А ты можешь его сделать? Ну вот мы хотим... Вот проект в пару миллионов. Готов ли ты сделать? Стресс. Задача такую, чтобы начать развиваться. Чтобы умереть. Нет, чтобы попробовать. Ну, может... Либо умереть, либо выжить. Если ты сможешь зарабатывать с проектов за 150 тысяч, ты сможешь потом зарабатывать и с миллиона. А пока, если ты не зарабатываешь со 150, и с миллиона будет сложно заработать. Это, кстати, очень хороший совет. На самом деле зарабатываешь все равно от проекта. Есть навык зарабатывать или нет навыка зарабатывать? Привет, ребята. Вопрос такой ко всем. Если, допустим, у вас сотрудники вашей компании, каждый замотивирован на рентабельность, то он старается откусить кусок пирога у соседа. Есть ли такое? И если есть, как вы с этим боретесь? Зачем откусывать у соседа? Тогда мои показатели... Если пирог большой, надо просто правильно куснуть, чтобы всем не осталось. Очень понятно. Ну, прокомментируйте. То есть не дерутся. Ну, неяс уже понятно как. Он один раз их там в террариуме три недели, три месяца, они уже все, да, мери нас. Мы не хотим. Ну, у нас драться некому, потому что менеджеры ведут разные проекты, и, соответственно, если рентабельный менеджер, то какая разница, какой другой менеджер. И мы производственно рентабельность не мотивируем, как я уже говорил. мы выделяем, ну, такой условный премиальный фонд, который получает команда проекта при выполнении каких-то там определенных KPI, связанных со сроком, с качеством и другими историями. В общем, всячески их дурите. Невозможна такая история. Алла. Прям не конфликтуете? У нас на самом деле такая же история. Просто у каждого... Как у Ниаза? Нет. У нас просто у каждого подразделения свои проекты, каждый отвечает за рентабельность своих проектов непосредственно, поэтому как бы они откусить у кого-то рядом просто физически Почему программер хорошего откусил? У тебя все нормально, а там беда. У нас на самом деле даже сейчас за проектными командами закреплены разработчики, то есть группы разработчиков, поэтому как-то мы вот внутри так разобрались. А раньше, помню, были такие концепции, есть биржа внутри компании специалистов, там за них торгуются. аукцион, кто за кого больше программиста даст. Но это снова же сурово. Все уже. И так как у нас во всех, какой бы тим командный там программный не был, там все равно те же самые квалификации, те же самые уровни зарплат, поэтому каких-то вопросов у кого-то где-то откусить не возникает. То есть у нас достаточно четко все, скажем, рассчитано, посчитано, и каждый вот он какой кусок принес в компанию, он как бы из него рентабельность получает. Можно я… Ну, давайте вопрос. Давайте. Яс, а какая у вас средняя зарплата в компании и большая ли текучка кадров? Ну, только честно. Еда. Если у вас нет текучки кадров и вы этим гордитесь, то это плохо. Текучка у стажеров у нас максимальная. У нас куча людей, которые работают много лет, средний, кто задерживается, кто работает один-три года, там, наверное, ну не знаю, текучка есть, у стажеров кошмарная текучка, потому что мы за людей, как вот Артем из этого Минска теперь сказал, есть люди, есть, ну, случайно проходящие, вот за проходящих нафиг держаться, пусть будет офигенная текучка. Зарплата у нас средняя, я думаю, где-нибудь тысяч сорок, но для Казани это нормальная зарплата. Пожалуйста, вопрос. Такой вопрос, есть ли у вас практика проводить ревизию услуг на предмет рентабельности? Услуг или проектов? Услуг. Какие услуги компания оказывает? Разработка сайтов, порталы, еще что-то. Посчитали? Разработка сайтов невыгодно. Бат, закрыли. У нас каждый месяц. Ну, у нас онлайн, как я уже говорил. Ну, скорее, это ближе к проекту, да? А можно я уточню? А с какой целью, да, вот я что-то не понял? С целью пододжастить эту рентабельность или с целью отказаться сказать, например, разработка сайтов больше не выгодна, я теперь буду, значит, заниматься хлебопекарством, да? Нет. Ну, то есть, варианта два. Вот мы им занимаемся тогда, извините, мы занимаемся все, здесь сидящие всегда. Я думаю, что ты решила скорее не о профильных услугах, типа там хостинг, да, или ты там SEO занимаешься. Вдруг ты там думал, что это дает деньги, потом ты пришел, ну, его нафиг и закрыл. А вот вопрос. Проект пошел, стал нерентабельным. И вы видите, прямо вот летите в минус. Быстро, кратко закройте его с клиентом, доделайте его за свои деньги. Что вы делаете? Не важно, причины не важны, почему он ушел в минус. Можно, конечно, воспитательной работой заниматься, ваши действия. Наша стоимость на рынке, наши компании, это наша репутация. И… Доделаешь любой ценой. Конечно, конечно, доделаешь. Но если это адекват, да, если из тебя узелки вьют, тогда, конечно, надо тоже узелки начинать вить. Это во-первых. А во-вторых, я в 90% случаев встречаю, что люди просто себя не защищают, да. Ну, то есть, есть юридические нормы, да. Ты про клиентов или про себя? Я говорю про агентства и студии. 90% агентств и студий не занимаются хорошо своей защитой. Я не говорю про то, что оно должно обложиться юристами, значит, кодексами, и клиенту в случае чего сразу же, значит, махать кодексом. Нет. Но нужно действительно следить за порядком. Есть бумаги, есть договоренности. Договоренности должны быть зафиксированы на бумаге, должны быть скреплены печатьем, должны быть ответственные лица, должна быть нормальная переписка. Вот я это говорю, это на самом деле прописные истины, но основная часть проблем возникает именно за нарушений в правилах, в процессе, регулируемом правом процессе. Хорошо. Спасибо. Кратенько. Я прямо добавлю Александра. На самом деле, вот то, что он говорит, это очень важно. Но ты за свой счет закроешь проект. Я закрою за свой счет, но я сделаю так в итоге, чтобы этот проект был рентабельным за счет дальнейших продаж. Я думал, ты сейчас скажешь, сделаю так, что клиент пожалеет. Нет. Любого клиента, даже самого озлобленного и, я не знаю, там, что-то с ними сделанного, можно вытащить в лояльность и найти общие точки. Потому что основная проблема задержек и таких факапов на проектах, это смена людей, смена руководителей и всякая вот эта прочая вещь. Причин много. И, как правило, нужно просто найти общий язык с человеком. либо его сверху, как это сказать-то так… Юристом придавить. Ну, типа… Не-не-не-не, я имею в виду то, что на стороне клиента этого человека, скорее всего, сверху на него надавили, скажем так. И он начал из-за этого быть не очень хорошим. Ну, причина, на самом деле, это… Да. Это отдельная история, об этом можно много говорить. Пример. Ну, давайте, вот передавайте… Я сейчас быстрый один пример. У нас была страховая компания одна, с которой мы очень закрутились, в общем-то, в споры, в тяжбы, и была последняя встреча. Ну, то есть, мы прошли все инстанции, мы уже сдали продукт, было много недовольств, в ругани, бумаг. И потом дошли до самой верхней инстанции, и я помню эти переговоры. Там, да, так, сижу я – юрист, наш консультант по сложным вопросам. Твой юрист? Да, штатный юрист. Консультант по сложным вопросам в случае… Тоже ваш? Да, тоже наш. Фига. Менеджер проекта, аккаунт-директор, вот вся такая батальон. Точно такой же батальон, у его противоположная, значит, стороне стола, генеральный директор страховой, это крупная страховая компания. Генеральный директор страховой, начальник юридического департамента и так далее. И, значит, и мы долго спорим. Долго спорим, потом, значит, мы на чем-то расходимся, ударяем по рукам, в общем-то, все должны такие, по идее, негативно уйти, потому что мы договорились, но мы расходимся навсегда. И последнее слово генеральный директор такой отводит меня так в сторонку и говорит мне, слушай, а клевый проект-то получился. Вот, так что, поэтому надо быть защищенным, но ты никогда не знаешь, чем вернется даже самая большая ссора. Саша? Совсем кратко, ну, то есть, да, конечно, мы доделаем проект за свой счет. Ну, во-первых, странно… Все доделывают за свой счет. Во-первых, странная ситуация, когда мы поймем, что проект нерентабельный уже по факту, да, то есть, ну, в принципе, для нас странно, но тут главное, что сделать, главное с клиентом, просто сказать клиенту стоп, конкретно, честно ему рассказать всю ситуацию, то есть, почему проект стал нерентабельный, какие конкретно сейчас, о каких суммах идет речь, потому что бывали примеры, когда с клиентом удавалось договориться, что там он еще доплатил денег, ну, если действительно обоснованно. И это должен быть уже другой проект, то есть, естественно, мы уже убытки зафиксировали какие-то, но если клиенту дать понять, что вот мы, конечно, сейчас за свой счет сюда делаем, вы уж нас простите, то это уже автоматически не партнерские отношения, а отношения провинившихся людей, и вам сложно потом будет все эти дополнительные правки и какие-то еще комментарии не пускать в ход. То есть, конкретно, четко нужно сказать, что ребята… У меня вообще по вашим ответам это звучит так. Мы заделаем за свой счет, но на самом деле убедим клиента доплатить. Окей. Алла, кратенько. На самом деле у нас аналогичная совершенно ситуация. Если мы видим, что проект начинает по каким-то параметрам уходить в минус, ну, в принципе, так как мы все оцениваем в часах как наружу, так и внутри, то менеджер имеет возможность следить еще в ходе проекта за тем, сколько израсходована, сколько еще осталось, и начинаем понимать, за счет чего, за счет каких-то внутренних моментов. Нет, ну вы сейчас объясняете, что такого у вас не случится, но на самом деле оно иногда случается. Оно случается, случается, и в основном оно случается. За свой счет доделается. Доделываем за свой счет, но чаще всего мы объясняем клиенту, что это требует просто дополнительной И заделываем за его счет. Да. Отлично. Пожалуйста, извините, нет, я тебя не спрашиваю, потому что у тебя не бывает минус. Но, собственно говоря, вопроса такая, коллеги, наверняка вы все сталкивались с ситуацией, когда заказчик, хороший, нехороший, не закрывает вам проект, хотя вы все сделали, я подчеркиваю, вы все сделали, потому что он хочет еще чуть-чуть немножко еще сделать, и тогда он что-то закроет. Скажите, пожалуйста, как вы ведете себя в данной ситуации? На самом деле такое, в принципе, на словах бывает, но у нас всегда есть документация подписанная, и мы говорим, вот еще чуть-чуть хотите, мы с вами подпишем сейчас акт, а потом за дополнительные деньги, все что угодно. Они очень много документов готовят. Да. То есть у нас, в принципе… Большой проект, аккаунт-менеджер, юрист, человек по переговорам, по сложным вопросам. Мы будем говорить, что это все замечательно, и мы тоже согласны с этими замечательными дополнительными вещами, но как бы вот есть договоренность, а есть, собственно, какие-то дополнительные вещи. Не поддаетесь. По одному комментарию и к следующему вопросу. Да, быстро очно отвечу. То есть бывает, конечно, клиенты, которым невозможно сделать это чуть-чуть, но такое бывает редко. На самом деле не бывает чуть-чуть. То есть как бы если клиент… То есть это уже двоичная логика. Как только мы перевалили через какие-то договоренности и начинаем идти по поводу клиента делать вот эти чуть-чуть, они будут вечными эти чуть-чуть. Ну, зависит от вообще совести клиента. Один комментарий Жени, и пойдем дальше. На самом деле вот только на прошлой неделе разбирался с этой ситуацией. У нас заказ очень большой на дизайн, и на главной странице, все мы знаем, есть баннер, который как бы не входит в дизайн, в стоимость дизайна, потому что ну это как бы центральный баннер, он идет шапка, да, это как бы часть фирменного стиля, но мы все прекрасно знаем, что дизайн это немножко другой, его утверждают вне зависимости от контентной части. И клиент просто сказал, ничего не знаю, вот пока на главной странице не будет такого баннера, как я хочу, ничего не будет. Ну это еще чуть-чуть, ну реально там от 70 макетов этот баннер, это ну ничто. В итоге сошлись на том, что они подписали все акты на все работы, то есть по сути акт это ваш главный документ, это по сути неоплаченный счет, который вы можете в любой момент потребовать, потому что он закрыт. по правилам там юридическим, там Саша, не дам с меня соврать, в течение пяти дней там после подписания акта и получения его со стороны компания должна проплатить бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, поэтому ваша защита это вовремя подписанные акты и вовремя подписанные документы. А с баннером-то что? Баннер, подписали акты, получили деньги, сделали баннеры. Сначала деньги, потом стулья. Да. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Тачатый, гитян. Я не буду троллить, ничего. Во-первых, не просто акт, просто вот к концу, да, именно акт бухгалтерский. А все акты, которые вы подписываете, типа согласование дизайна, две подписи, в принципе, в суде можно ими подтереться. Вопрос такой, рентабельность. Скажите, пожалуйста, среднюю рентабельность по продакшену у вас в компаниях. Они уже называли? Какие? Серьезно, да. Да? Да, да, да. Там 20, 30, 15, 30. В записи посмотришь на чат. Да, да, да. Они на самом деле мы из них вытянули. Вытянули, честно сказать. Посчитали, не ясно. 15, 20, как я примерно представляю, да? Да, да, да. Спасибо. Вот по диджиталу большая, я так понял, рентабельность. А вот по производству 15, 20, 30. Вы знаете, на самом деле это вот мы сейчас устраиваем глобальное палево, потому что любой гостендер, госзаказчик, который посмотрит эту запись, может в документальном порядке заставить опустить нас рентабельность до 5%, как она должна быть. Потому что он так захотеть может. И получить тем самым скидку от 15 до 40%. Ну хорошо, мы запикаем на записи. Было бы клево, да. Вопрос еще. А, пожалуйста. Да, у меня вопрос. Максим Мирзой, UCS компания. Наверное, вопрос к Александру. Вы сказали, что используете активно фрилансеров, но это медиа, Александр. Что вы активно используете фрилансеров и аутсорсинг. У меня вопрос, как вы подбирали людей, как вы организовываете вот эту совместную работу, чтобы не получалось накладок ни по срокам, ни по... Ну это отдельная история. На самом деле тут можно просто вот Сашу еще раз сделать доклад. Он два часа будет рассказывать. Мы в кулуарах можем обсудить. Да, да, да. Давайте останемся в тематике рентабельности. Хорошо? Это очень большая тема. Пожалуйста, вопрос. Вопрос к Калле. Как вы считаете нормативы по времени? В моем понимании за трудоемкость могут отвечать только два человека. Это линейный разработчик и ведущий разработчик. Линейный заинтересован в том, чтобы трудоемкость увеличить на себя, чтобы часы натянуть. Ведущий, чтобы сократить... А норма часы на задачи? Да. На вот такой тип задач? Ну, часть рентабельности, как вы считаете? Смотрите, в принципе, любой совершенно проект проходит оценку тим-лидерам. И это ребята у нас достаточно опытные. И они достаточно четко и точно оценивают количество, вот эту норму, которую должен потратить разработчик. Плюс у нас всегда есть определенный процент. Это дополнительные риски на то, чтобы потом скорректировать, доработать, поправить и так далее. И бывают иногда возникают какие-то непредвиденные ситуации, которые требуют дополнительных часов. Но это все равно не намного сильно выходит. То есть у вас тим-лидер обсчитывает? Да. Такой тип задач делают 5 часов. Да, то есть, либо там по дизайну тоже. Ну, скажем, есть просто какие-то задачи действительно типовые совсем. Ну, вот там баннер нарисовать. Если мы говорим про разработку, там совсем таких типовых задач нет. И поэтому тут уже идет оценка конкретно по ТЗ, конкретно по, например, каким-то примерам, опыту. Ну, то есть это тим-лиды, которые имеют большой опыт разработки, они могут это сделать. Давайте еще вопросик. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Если я правильно понимаю, вы рассчитываете рентабельность по каждому проекту, рассчитываете рентабельность по каждому направлению, разработка, поддержка, продвижение, рассчитываете рентабельность по каждому отделу, а в Нотомеде еще, наверное, не по каждому человеку, да? По каждому специалисту. Саша, вот качать нет. По каждому человеку, конечно же, у нас есть такие данные, но их лучше не показывать никому, кроме себя и начальника этого человека. Там очень много нюансов. А вопрос в чем? Ну, я хотела убедиться, действительно ли это так? То есть рентабельность считаете со всех сторон? Я уже говорил в своей мысли, что мне сложно понимать, как можно считать рентабельность, точнее влиять на рентабельность конкретно в отдел, а тем более человека, потому что есть всегда ситуации, когда этого человека могут бросить на заведомо проект уже условно провальный, лишь бы его вытащить быстрее. Естественно, рентабельность человека падает. Там тоже самое бывают бесплатные тендеры и прочее. Ну и, конечно, мы смотрим, у нас есть срез по людям, то есть в каких проектах они принимали участие за определенный период времени, и рентабельность этих проектов мы проецируем на людей в зависимости от степени вовлеченности проекта. Саша, можно тебя послушать? Так, Иван, что ты так не делаешь? Ну, во-первых, хотел сказать, что считать надо всегда и все, а другое дело, что на все надо обязательно ориентироваться, обязательно все должно быть рентабельно. Во-первых, мы не считаем, что все проекты должны быть у нас рентабельны. Мы вполне осознанно идем иногда в некоторые проекты, в некоторых клиентов, и делаем по себе стоимость, иногда даже в минус. Осознанно на это идем, потому что мы прекрасно знаем, что это некий политический, стратегический ход. Это первое. Второе. Рентабельность людей обязательно нужно считать. Но опять же, не всегда надо на нее ориентироваться, потому что у нас, в моем понимании, есть, например, два типа производственников, я говорю про ресурсы. Первое – это станок. Второе – это тот, кто тебе несет следующие проекты. Вот, например, даже у нас в отделе дизайна есть люди, которые очень круто и очень быстро рисуют, а есть люди, которые очень круто презентуют и очень круто придумывают. Тот, кто презентует, придумывает, выступает, он не всегда рентабельный, а практически всегда не рентабельный, если его считать чисто по отгрузкам. Но зато он приносит все будущие проекты. А тот, кто прямо вот сидит и фигачит, он супер рентабельный, сверх рентабельный. Вот если один будет без другого жить, ничего не получится. Поэтому считать надо все, но ориентироваться нужно только на одно, как вся история получается в целом. Рентабельно ли отдел дизайна в целом, все проекты в совокупности, рентабельно все программирование в целом и так далее. Потому что если у тебя это все не в рентабельности, это значит, что ты слишком много нерентабельных проектов делаешь, слишком много делаешь стратегических, например, проектов. А ты можешь, скажем, из пяти проектов один себе позволить сделать минус, чтобы в целом оказаться хоть небольшой на рентабельности. Спасибо, Саша, любопытно. Давайте в завершение. Я каждого попрошу сказать три тезиса, связанные с рентабельностью. Три совета. Это делай, это не делай. Что вы можете сказать? Давай, Женя, начнем с тебя и завершим. В первую очередь считаем все, планируем на полгода вперед и следим за фотом. Саша, три совета. Умейте говорить нет. Один. Окей. Не яс. Планировать заранее в случае отхождения от плана можно пожертвовать. Людьми? Да. Два. Саша. Соглашусь, считать нужно все. Нужно конкретно все планировать. Нужно уметь знать всегда, что делать, если план не соблюдается или подклоняется. Я думаю, что нужно следить за мотивацией внутренних сотрудников и контролировать их. Спасибо большое, ребята. Давайте поблагодарим наших участников дивана. Пожалуйста, не расходитесь. Сейчас у нас очень важная часть. Спасибо большое. На самом деле очень круто, что вы такие рентабельные. Реально? Олег, а сейчас у нас будет… И всем прекрасной рентабельности. Спасибо. Андрей, прошу тебя, выходи. Это то, что мы давно ждали. Наш главный партнер, компания Русоникс, объявит победителей в конкурсе гонка сайтов. Прошлый призы. Спасибо. В прошлый раз мы измеряли скорость по полной загрузке и полностью отображению картинки в браузере клиента, в браузере пользователя. Там были другие цифры. Но с тех пор появился композитный сайт, и мы решили изменить немножко… Так, не понял. Вы подогнали тест. Должны были победить только сайты на композите. А вот так и сделали. Теперь мы считаем миллисекунды, то есть то, как откликнулась, как быстро сгенерировалась сама страничка и попала уже к нам. И результаты действительно такие интересные. Третье место заняла компания WebCenter. Это сайт Образстрой. Есть ли? Да, вот. Поздравляю. Второе место. Причем отрыв был практически почти нулевой. 72 миллисекунды обе компании, но здесь страничка быстрее все-таки в целом загружалась. Компания-создаватель. Второе место. 25 тысяч рублей в виде хостинга. Я правильно понимаю, там реально про миллисекунды речь идет, да? Да, сейчас миллисекунды, да. Первое место. Та-дам! Компания BestRank. 69 миллисекунд. Теперь уже замеряют скорость Ingenix, я так понимаю. Практически. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое за проект. Спасибо всем. С вами было весело, интересно. До следующего раза. Спасибо тебе. Спасибо за участие и за генеральное партнерство. Часть докладов завершена, коллеги, но партнерская конференция не завершилась. Светлана. Да, у нас теперь начинается неофициальная часть. Мы сейчас всех пригласим в специальные шатры, где нас ждет вечеринка Алиса в Стране Чудес. Будет много чудес. Алиса. Еда. И должно быть холодно. Мы сможем пообщаться. Одевайтесь в тепло. Мы все продумали. А, тепло будет? Шатрах, у нас будут тепловые пушки, мы обо всем позаботились. Это прекрасное время и возможность пообщаться. Подожди, я не могу уже. Все уже? Спасибо. Спасибо.